Привет, друзья! Сегодня я расскажу об одной интересной серии научно-фантастического сериала под названием «Грань». Случай за гранью. Или нет? Оживлённая улица Нью-Джерси. Мужчина внимательно смотрит на прохожих. В поле его внимания попадает молодая женщина. Вот она смотрит на часы, вот подаёт мелочь нищему, нюхает цветы, берёт букет и входит в магазин. Мужчина кидает взгляд на светофор, потом смотрит на приближающийся автобус, а потом видит пожилого джентльмена за столиком уличного кафе, обращает внимание на брызги воды из-под колёс автомобилей, переводит взгляд на стоящий у дороги почтовый ящик, целенаправленно идёт прямо к нему и устанавливает на нём обычную шариковую ручку и улыбается загадочной улыбкой. А в следующую секунду оборачивается на выехавшего из-за поворота велосипедиста и идёт за вышедшей из магазина женщиной с букетом. Она встаёт у перехода и спокойно ждёт нужного сигнала светофора. По дороге проезжает машина, плещет вода, сбивает ручку, джентльмен видит её, встаёт со своего стула, шагает вперёд и на него налетает велосипедист. Парень летит в лоток с фруктами, продавец бросается спасать товар, мужчина возмущённо отчитывает велосипедиста. На эту уличную суету отвлекается водитель автобуса и не замечает смены светофора. Удар. Женщина с букетом падает. Мужчина спокойно уходит с места происшествия. Штаб подразделения «Грань». В здание входит Оливия Данем и поднимается на свой этаж. Её приветствует мужчина за соседним столиком – агент Чарли. Их шутливая пикировка заканчивается выездом на происшествие. Вчера городской автобус проехал на красный свет, сбив насмерть человека. Этим утром инцидент повторился. Два дня подряд. Два автобуса. Две жизни. Первая жертва – Коу Арнет. 43 года. Шел на работу в больницу. Детективы подразделения «Грань» приезжают на место аварии. Туда же привозят агента Ли. После заражения мужчина находится под наблюдением медицинской службы. По отпечаткам пальцев удается установить имя погибшей. Джиллиан Фостер. 32 года. Жила неподалеку. Водитель автобуса практически плачет. Он никогда никого не сбивал. Агенты «Грани» недоумевают. Это простое дорожное происшествие. Почему они здесь? И тут Ли обращает внимание на обычную шариковую ручку. Такие выпускали очень давно. Но это абсолютно новое. Может, мужчина нагнулся как раз за ней, а велосипедист свернул и влетел в прилавок. Похоже, ручка запустила цепную реакцию. Позже Ли подводит первые итоги. Первый водитель отвлекся на парня, подстригающего кусты. Второй засмотрелся на драку из-за апельсинов. Может, причина в невнимательности? Чарли не видит связи между жертвами. Первый, Арнет, работал в больнице. Вторая, Фостер, в компании Грэгстон Электрик. Общие знакомые не выявлены. И тут Ли замечает на фотографии с первого места происшествия точно такую же шариковую ручку. Кто-то подстраивает эти несчастные случаи. Агенты «Грани» каждый день видят невозможное и невероятное. Можно ли использовать шариковую ручку, чтобы дважды запустить цепь событий, оканчивающихся чьей-то смертью под автобусом? Что, если кто-то просчитал вероятность? И тут приходит сообщение о еще одной аварии с автобусом. Агенты выезжают туда. Очевидцы рассказывают, что на дорогу выбежала собака, но никто не погиб. И тут Оливия видит, как из-под ног раненой женщины выкатывается ручка. Она осматривает окружающих. И на мосту над улицей видит спокойное лицо мужчины. Вышедший на дорогу человек попадает под автомобиль. Лив бросается к мосту. Убийца хватает велосипед и сбрасывает его вниз. Оливия взбегает на мост и наставляет пистолет на мужчину, который совершенно спокойно стоит на месте и смотрит на нее. Оливия замечает, как он перебирает пальцами и понимает, случится что-то еще. Она приказывает ему убрать руки за голову, и он выполняет команду. А потом бросается с моста прямо на кузов проезжающего внизу грузовика. И, отъезжая на нем, издевательски разводит руками. Извините. Оливия в недоумении. Откуда он мог знать, что грузовик притормозит из-за велосипеда и свернет под мост? Откуда он знал, когда нужно прыгать? Он даже не обернулся. Ли исправляет. Нужно думать не как, а почему. Почему именно эти люди? У жертв должно быть что-то общее. Какая-то связь, которую они пока не видят. Убийца возвращается домой, где его ждет обеспокоенная сестра. Она укоряет мужчину. Его ищут. Мужчина высмеивает сестру. Ее стратегия – это бездействие. В 97% случаев она отдаст предпочтение родственным связям. Девушка возмущена. Она не набор данных, в которых он должен разобраться. И вдруг она показывает ему игрушечную фигурку лошади, что производит на мужчину ошеломляющее впечатление. Он почти плачет и просит убрать ее. Сестра укоряет. Он забыл ее и их мать, которая дала ему эту фигурку. Ему не нужно что-то доказывать. Они любят его просто так. Девушка в отчаянии. Она сделала ошибку, когда подписала согласие. Она не думала, что так будет. Оливия и Чарли обнаруживают связь между погибшими. Джиллиан Фостер работала консультантом в Грегстон Электрик, дочерней компании, которой была больница, специализирующаяся на расстройствах психики. И первая жертва работала именно там. Агенты едут в больницу. Чарли обращает внимание на больных, которые рисуют такими же шариковыми ручками, какие они нашли на местах происшествий. Доктор Левин объясняет, из-за нарушенной психики они не могут работать на компьютере. Им легче писать. Доктор опознает всех троих погибших. Он показывает записи исследований новых препаратов, которые они начали год назад. Все испытуемые имели IQ ниже 65. Целью было повысить их интеллект, чтобы они могли обслуживать себя сами. И тут Лив видит на экране лицо мужчины, который так виртуозно сбежал от нее на мосту. Это Майло Стэнфилд. И доктора это совершенно не удивляет. Он показывает Майло пять месяцев назад. Его IQ 56. Тяжелое когнитивное расстройство. А на следующих кадрах он без ошибки воспроизводит число Пи и решает дифференциальные уравнения. Это после первого курса лечения. Всего их было пять. Его интеллект рос в геометрической прогрессии. Но после испытаний его должны были вернуть в исходное состояние. Лив понимает, Майло не захотел возвращаться и решил убить Коула Арнета. Джиллиан беспокоилась, что задержка с возвращением интеллекта Майло смажет все результаты. Майло убил и ее. А вот третий погибший, специалист по реабилитации, начал работать в клинике только вчера. Выйдя из больницы, агенты обсуждают происходящее. Лив был прав. Этот парень запускает цепь событий. В это время Майло наблюдает за ним сверху и просчитывает вероятности. Агенты приезжают в дом сестры Майло и сообщают о погибших от рук ее брата людях. Она в шоке, ведь они были близки, и она всегда боялась за него. Поэтому и показала его врачам. Но теперь он опасен. Меделин отдает письмо, где брат написал, что его можно найти в отеле Патриции. Чарли беспокоится. А вдруг он это тоже просчитал? Вдруг это ловушка? Он мог предугадать. Они угадали, а он опять предугадал предугаданное. Это бесконечная спираль. Агенты едут в отель. Майло опять наблюдает за ними и просчитывает варианты гибели Оливии под грудой кирпичей. И все идет по его плану. Оливия видит Майло и бросается в погоню. Они вбегают на территорию предприятия. Мигает знак недостатка кислорода. Это значит, что всякий вошедший должен взять ингалятор. А в последующий миг на нее падает грудой кирпичей. Но это пока только его видение. Он бежит дальше и хватает ингалятор. Девушка, не задерживаясь, продолжает погоню. Майло останавливается посмотреть, как кирпичи убьют его преследовательницу. Но она уворачивается от смертельной груды и догоняет его. Майло в шоке. Так не должно было случиться. Оливия хватает преступника, но нехватка воздуха сделала свое. Она начинает задыхаться. Подоспевший Чарли стреляет Майло в ногу и протягивает прибор Оливии. Майло увозит, а Чарли выговаривает Оливии. С каких пор она нарушает протоколы. Она пробежала мимо мигающего желтого ромба. Проигнорировала опасное загрязнение воздуха. Оливия винится. Она не знает, почему так сделала. Меделин приходит в клинику, где содержит ее брата. Мужчина целыми днями что-то вычисляет у экрана компьютера. Он слишком долго был под воздействием препаратов. Врачи уже не могут отменить его. По их словам, схемы, которые он видит, слишком сложны. Его может понять только компьютер. Девушка оставляет фигурку лошадки. Аудитория сериала – люди с нестандартным мышлением, любящие порассуждать о необычном и верующие в грань, за которой возможно все. И много интересных задумок и предложений, которые помогают взглянуть на мир по-другому. Друзья, пишите, что думаете об этом сериале. Может, еще несколько серий пересказать. В этом сериале 5 сезонов и каждая серия с отдельным сюжетом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok